приветствую вас друзья мои и гости канала это канал круиз антонина абранкина и 2 прогноз на май 2022 года для знака зодиака овны наконец-то я до вас добралась всю неделю шла к вам завершению прогнозов но для тех кто первый раз смотрит я хочу сказать информацию о том что я вначале рассказываю как выглядит звездное небо для вашего знака зодиака каких перемен каким событием будут толкать как расположены планеты к вашему знаку вокруг этих событий и крутимся но буквально два дня назад я все-таки пишу прогноз сегодня пятница уже перед паской да и два дня назад солнце покинула ваш знак и переехала к тельцам теперь везунчики тельцы но и вы еще в той же категории солнце по второму дому дом финансов дополнительных доходов новые доходы сейчас я об этом подробно расскажу да еще херон вашем знаке еще весь год будет тут вас подталкивать к новым совершением и переменам но вначале я говорю о важных моментах месяца на что нужно обратить внимание и как пока не забыла сразу хочу сказать загадывайте желание на май месяц прежде чем будете смотреть как выглядит карты таро по три карты из разных колодок буду вытаскивать у меня три колода сегодня и вот общий картинка видение вот вы поймете вам придет ответ интуитивно и вы скажет поймете что не с моих слов а именно какая информация вам будет голу идти соответственно картинку вот это будет главный ответ для ваших целей и желания вы что-то свое услышите вот ну и конечно я стараюсь всем изменить ваш внутренний настрой переспере как перекачать вас от негативного генератора к позитивному и чтобы ваше подсознание переключился вот к новым переменам на как на двух стульях сидеть нельзя а все-таки я пытаюсь вас переформатировать но и вот это еще пока не забыла скажу а то потом уйду в мысли в другом направлении вот плутон перед до 30 апреля будет у нас новолуние в знаке телец и материальном знаке и здесь как перед до новолунием будет важная планета плутон уйдет в ретроградное движение и и на несколько месяцев но эта планета планета властители это планета если марс ваш управитель воин то плутон это войско вот по мощности по энергетике я объясняю как выглядит планета марс воин а плутон это войско и вот эта мощная планета она уходит в ретроградное движение но она здесь прежде чем развернуться останавливается три дня остановки это вот 27 28 29 перед новолунием 30 все равно это еще как солнце не видно да здесь солнечное затмение будет три дня травматически опасных травмоопасных и здесь лучше не отправляться дальнюю поездку осторожно быть за рулем и как в общем будьте внимательно с режущими предметами так далее так далее но здесь он в мае будет хорошем аспекте с меркурием меркурий хоть и будет ретроградно пойдет обратно к телецам соединиться с узлом будущего здесь ну вообще с узлами прошлой и будущего на оси обладания телец скорпион и вот здесь смотрите обратите внимание в плане перспектив будущего материальном плане договора контракты что будет высвечивать солнце и знака материального телец со узлом будучи будьте внимательны потому что вы овны заходите дом финансов и здесь дом финансов он дает нам новые возможности перспективы к чему-то вот дополнительные доходы но я сейчас об этом вот сейчас буду более подробно рассказ но в начале о том что месяц май он будет там продуктивным и для нас 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 порадует нас всех неожиданными перспективами и хорошими неожиданными переменами и а тем более как как месяц мая он сам по себе активный и и дача садоводы огородники оживают все мы хотим что-то каких-то вот с большими планами даже помидорчики огурчики 7 и то мы хотим урожая вот это радуемся когда что-то у нас получается а у вас по дому финансов очень хорошо будет получаться ну и там и тут в общем и наступает период путешествий вот даже небольшие поездки в соседние города и места силы духовный центр это все придаст нам позитивных эмоций а уж источники они нас обновляют но я уже кому-то сказал кому-то не сказал когда мы заходим в храмы то постарайтесь оказаться в центре потому что вакуум все храмы строятся в виде вакуумных как как вантусы и вот это купола они нас из нас вытягивает негативной энергии и мы обновленные закачиваемся новой энергии выходим из храмов обновленные и те низшие энергии которым закрыта дорога в храм они не могут зайти которые рядом как фантомы ходили ходили за вами да а тут хоп вы и оказались духовным центром то эти негативные энергии отсекаются эти фантомы потом не могут к вам прицепиться заново потому что вы уже обновленные выходите как в кинофильме ви кольцо защитное вот это на вашей ауре вокруг вашей орбиты будет уже намаленными в храмы намаленные энергии я уже так прям уже все пошла в другую серию в общем вы меня поняли посещайте духовные центры это же для вашей пользы но и если что-то решили поменять жизни действуйте не упускайте счастливую возможность всегда нужно действовать по вдохновению это верный шаг если в голове что-то вот жетон какой-то не провалился он так и будет на мозги капать но путь к изобилию с 1 по 10 мая как я сказал мы еще мы будем в коридоре затмения с 10 мая мир курю идет ретроградное движение вот здесь уже с договорами контрактами будьте повнимательней а особенно со сделками потому что черная луна будет в четвертом доме гороскопа это нас рак отвечает за четвертый дом и здесь заселил с черной луной это проекты с недвижимостью покупки продажи а мы все будем вокруг этого крутиться сейчас весна покупка продажи переезды дачи как вы здесь будьте повнимательны с подписанием документов потому что здесь просыпаются черные риэлторы но главное не сидите в страхе дома в ожидании что кто-то за вас ваше счастливое будущее сделать действуйте но осмотрительно общайтесь больше с родственниками и вы на майские праздники наверняка уже запланировали они как раз коридор затмения нас это тогда когда сила рода когда мы общаемся с родными братьями сестрами вот они например гости поедете и это опять же вы восполните свой сосуд кармический энергетической вот этой связью и наполнить свой сосуд жизненной силой рода это мы можем пополняться и либо там где вы родились либо там где ваши родители жили бабушки дедушки это все связь с родными богами так что ездите в гости но и что еще нужно сказать ну то есть то что аккуратно с финансовыми сделками это я уже сказала но и не участвуйте массовых мероприятиях я тоже кому-то говорю кому-то забываю потому что видите какая обстановка может быть и теракты кто-то готовит уже вон в крыму остановили теракты которые хотели совершить на железной дороге вообще уже не знает мир с ума сошел в общем хорошо что наши структуры военные хорошо работают в общем готовьтесь к тому что солнце в вашем втором доме это все-таки еще раз я много вопросов будет как вокруг финансовых сделок и аммарс ваш управитель он сейчас в рыбах и только в конце месяца вернется ваш знак наконец-то он домой сделав такой круг вернется к вам домой и и вы как-то наверное созреть какому-то новому проекту но зато венера блудница великая она уже здесь со второго мая уже нетерпеливые как как прискакала ваш знак зодиака и хочет во втором доме больше денег получить ну она блудница великой конечно венера и все самое лучшее все хорошее но здесь увеличится зарплата стабильность доход увеличится венера она как а с 11 мая юпитер планета большого счастья покидает знак рыбы и тоже заселится надолго важна до октября месяца потом на два с половиной вернется к рыбам а потом 2023 год заселится полностью на ваш знак дорогие овны вот здесь попрет так попрет ну смотрите чтобы от счастья башню не снесло но одним словом везунчики идея по херону а херон говорит мне мало давай еще подумай как еще заработать больших денег вот здесь откроются возможности клиенты договора ваша деятельность будет востребована и реализовываться ваша труд с чем вы занимаетесь а овны у нас они очень трудолюбивы и они практично идут к теле своей ну в общем жизнь да даст возможность уже в мае заглянуть в направлениях дополнительных доходов и уже которые с легкостью будут реализовываться особенно 2023 году в общем все будет меняться херон он ключик он дает новые возможности он любит менять то одну дверь откроет то другую дверь откроет а тут еще и венеры прискакала хочу то самые лучшие капризная дама венера но она отдает стабильный доход и говорит мне только лучше в общем работа будет кипеть в ваших руках только успевайте но про отдых наверное не уж не забывайте хоть и сложно будет выделить время на это но все-таки свои силы пополняйте бизнес будет процветать а то есть от клиентов будет не не будет отбоя и вы это уже почувствуете и на про с тем направлением что она будет ваше меняться в общем ну а для кого-то может это про не все же бизнесом занимается у кого-то продвижение по карьерной лестнице или тут кто в общем планы проекта будут осуществлять независимо каком вы возрасте положительных результатов будете все равно получать и откладываться того что у вас все дела получаются с легкостью в том направлении где вы направлять и на каком социальном уровне статусе находитесь у всех будут положительные результаты ведь сатурн это работа это границы это все по закону он сейчас находится в воздушном знаке и будет до конца года там находиться и все это с узлом будущего знаки водолей сатурн а для вас огненным знака водолей это просто вот та стихи который подталкивает вас идеями а он и воды водолей у нас инноватор и он вас к выгодной позиции ведет в общем если у вас знакомы есть водолеи потому что там еще у них находится белая луна водолеев и это полный сундучок сюрпризов и идей в общем перспективные знакомства выгодные связи поддержат вас помогут в нужных тех или иных вопросах но крупное приобретение покупки которых вы мечтали и и будут на это средства и это заслуга сейчас данный момент венера который вот заселится ваш знак и который будет покровительствовать вам весь месяц ну а свободные овны вас ждет судьбоносная встреча присматривайтесь попутчиком по жизни с кем жизнь вас сталкивает вроде бы все сказал давайте карты ну вот только что я кому-то эту карту вытаскивала радостный триумфатор новые страницы жизни ухты новые программы вот как раз то что говорю и карты подтверждает вот эта остановка и тревожная остановку но это военная обстановка может быть вот сейчас данный момент она что-то овнов запугала но еще вот во время пандемии может быть вот остановка вашего бизнеса была но ничего подобно все хорошо перспективы бизнес и вот здесь вот проекта творческих ваших реализации и марс вот карта силы вышла она вас подталкивает к новым волшебным мероприятиям и следующие колоду у нас карта влюбленные здесь с этой колоды почему-то вот какие-то карты не очень хорошие выходят всем осторожно осторожно да знаем мы знаем нет они все равно выходят опять эти карты вот здесь но овнов надо сказать чтобы не ввязывались любовный треугольник это по черной луне любовь семья вот она до декабря она будет наверное вот искушать овнов но я сейчас не об этом мечи это у нас документы здоровье обратите внимание здесь тоже это хирургические вмешательства вот здесь будьте очень внимательны кому вы доверяйтесь но все же вот эти я для бизнеса овнов говорю что вот здесь документы или тот бизнес который был по какой-то причине заторможен или если вы сотрудничали с иностранными компаниями то не переживайте открой одна дверь закройте 5 откроется и вот здесь вы поймете видите уже пять или шесть жезлов держит это карта триумфатора который говорит что перспектива будущего и лавры венок радости это ваши и это новые возможности поэтому не переживайте новые возможности они откроются и здесь вы уже договора контракты видите здесь уже накопление ваш доход приносит вернее ваш бизнес и ваша работа приносит доход и по в мае вы это почувствуете по солнцу по второму дому дом финансово здесь открывается новая возможность либо банки дадут либо как им вот ипотечные кредиты уменьшится например вот да вот сейчас это что нам обещает финансисты и вот здесь высвободится ваши деньги на который можете уже рассчитывать и планировать что-то не не в ущерб семье скажем будет но но здесь это может быть серьезный вот переезд это покупка жилья что вы вам здесь предложат рассматривать будете но и это новые проекты и новые проекты для тех кто ищет работу или переход на новую работу а если у вас свое дело и то это как увеличение доходов это пентакль соломона все-таки здесь и это договора контракта который вы будете реализовывать свои планы проекта да и здесь все у вас как по закону как подпишите и здесь дальше пятерок ой восьмерка кубков она говорит о том что здесь открывается все здесь наладили все производство все прочее прочее и пошли дальше к новым переменам потому что марс так и будет с хероном толкать и подталкивать вас к новым вершинам потому что здесь вы все наладили и жизнь заставляет вас двигаться к новым вершинам к новым переменам потому что вы овны у нас главные первые в зодиакальном знаке, которые люди без творчества, без идей, без дела не можете сидеть и постоянно проявляете себя в новых, в реализации своих творческих планов, в новой программе. И здесь жизнь так она и показывает. Здесь наладил, пошел дальше, здесь наладил, пошел дальше. И это развивает вас, вам это интересно, но это и покупки, это создание семьи. Для кого-то здесь пришло время, но так или иначе, все карты очень хорошие, с новой программой. Карта Триумфатора это вас радует. Вы настолько любите быть активными, поэтому долго не можете сидеть на одном месте, постоянно нужно развиваться. Здесь единственное вот с этих карт могу сказать, что конкуренции, вот эта пятерка жезлов, это конкуренция, это борьба. Вот здесь семерка мечей, это, говорит, вот тайные враги ваши, да, но и здесь вот с одним, так как карта влюбленные перевернутые, она говорит, здесь договора рушатся, контракты рушатся с одной компанией, например, да, и вы, ну вот в связи с этой военной обстановкой прежде всего, и вы начинаете искать себя реализовать в других, других, с другой сферой, там, где уже, то есть, другая будет у вас продукция или еще что-то, но она будет все равно выгодной, вы здесь все равно свою пользу увидите. Несмотря на такую обстановку, Овна все равно выкрутится и сумеет себя реализовать в других проектах и которые приумножат ваши доходы. Сундук, сумка с деньгами и с новыми договорами ваша карта триумфатора, ваша, дорогие мои, и в мае вы много пересмотрите, переиграете, передоговоритесь, и Марс, особенно это в конце месяца, когда придет карта силы, вот этот Марс, без всяких усилий вы переходите на новый уровень. Но здесь я должна сказать все-таки не только о финансах, но и о взаимоотношениях. Семейные пары, будьте внимательны к вашему партнеру, не давите на вашего партнера, дайте ему тоже свободы. Иначе здесь вот карта показа, либо будет развод, либо выяснение горячих дебатов, кто в семье хозяин, кто главный, и кто работает, кто не работает, вот этого, чтобы не было. Здесь умерьте свои амбиции. Так скажем. Но все, я думаю, разрулится. И либо вы вообще вот этот, как, ну для кого-то развод, я уже сказала, но для кого-то это один партнер деловой или вообще увольнение с этой работы, например, да, и расторгните контракт с этой работой, с этим работодателем, и начнете искать себя, реализовать в других работах, то есть конкурировать и заявлять о себе. Но у вас это получится, потому что по солнцу, по второму дому, это тогда, когда еще Венера вошла в ваш знак, то здесь она говорит, хватит на мизерной зарплате сидеть, давай пошли, вот там больше зарплат платить. И вы покидаете эту фирму, а фирма говорит, да подожди, куда ты уходишь, мы тебе зарплату прибавим. Не надо лапшу на уши вешать. Вы уйдете, скажете, пошли вон через дорогу и уходите на новую работу. Там, где более спокойно и без обмана зарплату получаете. И здесь уже вас это порадует, что вы решились на эти перемены и расторгли тот контракт, который, кроме как вложения ваших сил и капитал, дохода не приносит. Ну вот такой вот вы, я думаю, вы для себя услышали, дорогие овны, что так или иначе жизнь и Херон, и Марс в конце месяца, и Венера вошла в ваш знак, в дом финансов. Они придумают за вас и уже, наверное, уже подсказывают через кого-то, через события, как нужно действовать и примите верное решение. До новых видео, друзья. Поддержите канал, подпишитесь. Я очень стараюсь и будете в курсе следующих событий. Я не только прогноз на месяц пишу, но и когда важные события, которые диктует планета в течение месяца, может, еще что-то подскажу, может быть, что-то для себя еще уясните. Так что поддержите канал, подпишитесь. До новых видео, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok